Итак, Лос Кристианос это семейный курорт на юге острова Тенерифе. Перед нами центральная улица курорт. Это один из бюджетных вариантов отдыха на юге острова Тенерифе самой теплой его части. И сразу первый лайфхак. Покупайте овощи и фрукты во фрутериях. Перед нами одна из лучших фрутерий на острове. Она находится как раз в Лос Кристианосе. В гипермаркетах фрукты дороже и качество их не очень хорошие. Можно купить фрукты также на рынке, но они работают только по выходным и до 14 часов. А в этой кафешке продают сладости. Мы провели Лос Кристианосе две ночи до отлета. Поэтому мы сняли себе бюджетный отель. Даже не отель, а апартамент. Ну, конечно, он был без изысков, но в принципе до пляжа можно было даже дойти пешком. Хотя мы ездили на машине. Вот эта стоянка свободная. А это три пляжа, которые я вам сегодня покажу. Вот такое красивое место. Высота. Здесь высока. Вид на Лос Кристианосе. Мы приехали в Лос Кристианос на две ночи. И останемся ровно столько, потому что нам не остаться дольше. Но здесь очень хорошо. Квартира у нас, конечно, не самая удобная. Но зато места здесь полудикие. Очень красивое море. Очень спокойное. Нет ветра практически. За горой потому что. Да, мы прячемся за горой. Поэтому здесь в принципе вид очаровательный. Но сейчас в эту сторону светит солнце и скала осталась светильной. Поэтому мы сейчас пойдем купаться. Конечно, не здесь будем купаться. Хотя нужно было бы и здесь. Здесь чистое море совершенно на камнях. А в песке всегда бутро. Но тем не менее заход приятнее в песке. И мы поедем на центральный пляж или где-то рядом и будем купаться. Так что все. Всем пока. Всем пока. Я бы тоже хотела понудить. Потому что купальник не высохнет завтра. И будет ужасно. Но мы постараемся, чтобы и завтра и послезавтра искупаться перед ответом. Напоследок. Домик и балкончики все в цветах. Это какой-то отель тут красивый украшенный. Первый пляж на нашем пути называется Плая де Лос Тарахалис. Вы сами видите этот пляж. Он совершенно не пригоден для купания. Заход в воду очень каменистый. Песок очень серый и какой-то пыльный. Такое впечатление, что для этого пляжа еще не дошли руки. Но он обязательно будет приведен в порядок и сделан, я думаю, из него очень хороший пляж. Рядом хорошие отели и дальше строятся элитные коттеджи. Этот пляж далеко от порта и сюда уже подведен променад. Сегодня очень жаркий день. Этого все? Это Кристианус. Такие оленьки у вас Кристиануса. Красота. Мы идем гуляем. Мы хотим поговорить о чем-то приятном, об отдыхе, осеннем море, о хорошей погоде, о ясном небе, о том, что здесь, конечно, жизнь совсем другая. А так отдыхают европейские пенсионеры на отдыхе в Лос-Кристианусе. Они гоняют железные шары. Это игра типа питанг. В этой игре игроки разбиваются на команды и бросают шары. Есть один шар, в который нужно попасть. Это увлекает и заставляет двигаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По широкому променаду мы добрались до основного пляжа Лос-Кристиануса, Плая де Лос-Кристианус, около порта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь находится центр водных видов спорта, а из порта уходят паромы на другие Канарские острова, Экскурсии на остров Лягомера, самый близкий к Тенерифе, и яхты, прогулочные корабли. Здесь традиционно тихо, тепло, безветрено и море с порогом. На следующий день мы на машине приехали на пляж Лас-Вистос, Плая де Лас-Вистос. Это бесспорно один из лучших пляжей на Тенерифе. Широкие, открытые, хороший заход в океан, волнорезы не дают разгуляться волнам. Хотя в ветреную погоду здесь будет не очень комфортно. Нет скалы, за которой можно было бы спрятаться. Песок сероватый, но чистый и приятный. Комплект лежак-зонтик стоит 8 евро за день. Можно брать только лежак за 4 евро. А также здесь есть бесплатные души и туалеты. Недорогие кафе с прекрасными видами расположились вдоль всей линии пляжа. А еще пляж прекрасно оборудован для инвалидов. Для них сделан специальный навес с деревянным настилом, чтобы они могли заехать. Пандусы, удобные съезды и души специальные с широким подъездом на коляске. Есть деревянная дорожка, которая ведет поближе к морю, чтобы можно было подъехать на коляске. Ну, конечно, туалеты и все оборудовано для инвалидов. Это так трогательно. Мы нигде такого не видели до сих пор. Оля, подпадь, мои, за мое здоровье. Мы прощаемся с Кристианосом. Мы провели здесь два чудесных дня. Отлично. И теперь отправляемся в холодную Россию. Сначала, правда, в Барселону. Прохладную. Прохладную, да. А потом на следующее утро мы улетим в Россию. Так что прощай, ты не рифи. Ненадолго, может быть на год. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok